Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Главное, что мы узнали после публикации ранее неизвестных документов из Твиттера, заключается не в том, что социальные сети подвергают консерваторов цензуре, очевидно, мы это знали. Никто не удивлен, что это подтвердилось, никто этого и не отрицал. Нет, мы узнали, что крупные техкорпорации агрессивно и тайно работают с государственными органами, чтобы изменить результат того, что все мы считали свободными и честными выборами. Во время выборов 2020-го Твиттер делал это с помощью ФБР, занимаясь цензурой от имени одного кандидата и работая, чтобы навредить другому. Трудно представить себе более наглую атаку на нашу демократию. Не так должна работать наша система, на самом деле это незаконно. Действия Твиттера — это нарушение первой поправки, а также установленного закона о финансировании выборов. Они никогда не заявляли о вкладах в компанию Байдена. Это преступление. Благодаря докладу Мэтта Таиби, который получил доступ к этим документам от нового владельца Твиттера Илона Маска, мы знаем, что это произошло. Это не теория заговора, это факт. Но вы бы ничего не узнали, если бы получали информацию из традиционных СМИ. Несколько дней после сенсационных новостей никто из них не комментировал историю. Вместо этого они отвергли ее как совершенно нормальную. Конечно, ФБР тайно работала с Твиттером и командой Байдена, чтобы контролировать ваш мозг, ограничивая ваш доступ к фактической информации. Так работают выборы. Или они атакуют Мэтта Таиби лично за то, что он осмелился написать эту историю. Итак, те же люди, которые неделями защищали мошенника Сэма Бэнкмана Фрида, которые все еще на багамах, без предъявления обвинений, те же самые люди говорят вам, что настоящим преступником является парень, разоблачающий незаконную цензуру в ходе президентской кампании. Трудно поверить, что они это говорят. О, ну это так. Вот подборка. Илон Маск ретвитнул, в кавычках, файлы Твиттера, сборник документов, в которых подробно описывается, как платформа якобы похоронила историю об украинской энергетической кампании, выплачивающей деньги сыну президента Хантеру Байдену. Прежде всего, я должна сказать, что все это просто неправда. Меня поразило, что все эти Fox News или кто-то еще ухватились за это, даже не понимая до конца, что произошедшее является бессмысленным, и что на самом деле это даже хорошо. Маск кажется зациклен на истории двухлетней давности о ноутбуке Хантера Байдена. На кабельном телевидении мы называем это предвзятым мнением, и это показывает глубокое невежество Илона Маска в отношении первой поправки. Теперь мы знаем, что это была действительно полезная вещь, файлы Твиттера, потому что мы увидели, как работает модерация контента. Мы увидели, как группа людей с разными политическими идеологиями и взглядами собирается вместе, чтобы сделать платформу безопасной и здоровой. Там столько всего интересного! Эл Шартон объединился с бывшим помощником Джорджа Буша-младшего, чтобы сказать вам, что цензура — это хорошо. Первый комментатор говорит, что украинская компания якобы заплатила Хантеру Байдену, хотя нет никакого якобы, все участники уже признали это. И, наконец, Али Вэлши. Мы на кабельном телевидении, Али Вэлши никогда не работал в новостном бизнесе. Люди в новостном бизнесе освещают новости, пропагандисты подвергают цензуре и искажают новости. К счастью, их пропаганда, как всегда, груба и не очень эффективна, в основном потому, что она невероятно неправдоподобна. «Цензура», — поясняет Брэнди Задрозный, с легким раздражением. «Цензура» называется модерацией контента. Когда мы скрываем от вас факты, которые вам нужны для информированного голосования на президентских выборах, эта цитата «безопасна и полезна». «Скрывать от вас факты безопасна и полезна». Кто-нибудь действительно в это верит? Что ж, судя по рейтингу NBC, немногие действительно в это верят. Но они все равно это говорят. Вот Майкл Стилл из MSNBC, бывший председатель RNC, между прочим, сообщает вам, что вообще-то раскрытие механизма цензуры само по себе является нападением на свободу слова. Возвращение этих вещей на платформу в сочетании с аргументом, что он всецело за свободу слова, действительно подрывает некоторые из центральных принципов свободы слова. Да, речь идет о вашей свободе говорить, но не во вред или за счет кого-то другого. И поэтому, когда вы поддерживаете ложь, это действительно как бы насмешка над тем, какой изначально, по вашим словам, должна быть платформа. Если вы слышите, как Майкл Стилл неправильно использует слова «свобода слова», знаете, у вас хороший день. Но развязкой стала его небольшая лекция о конституционном праве. Неотъемлемом принципе свободы слова, как он только что сказал вам. Основной принцип заключается в том, что вам нельзя говорить вещи, против которых возражают другие люди. Хорошо, Майкл Стилл! Сообщите нам при случае, какую конституцию вы читаете. Та, что у нас есть довольно ясна. В Соединенных Штатах вы, как американский гражданин, можете говорить то, что думаете. Точка. И правительство ни при каких обстоятельствах не может посягать на это право. Точка. Опять же, это первая поправка. И благодаря файлам Твиттера, обнародованным в пятницу, мы знаем, что первая поправка была нарушена сильнее, чем когда-либо в нашей жизни. Миранда Дивайн из Нью-Йорк-Пост сообщила, что ФБР, цитата, «еженедельно» встречалась с руководителями Твиттера за несколько месяцев до выборов 2020-го. И на этих встречах ФБР предупреждала об операциях по взлому и утечке данных, в которых фигурировал Хантер Байден, и которые, вероятно, всплывут в октябре. О, мы знаем это из показаний под присягой бывшего главного цензора Твиттера, Йоэля Рота, подписанных им в 2020-м. Кстати, это касается не только Твиттера, но и Фейсбук тоже. ФБР проводила аналогичные встречи с Фейсбук, которые также, что неудивительно, по итогам этих встреч подверг цензуре историю Хантера Байдена. Смотрите. Во время выборов к Твиттеру было много внимания из-за истории с ноутбуком Хантера Байдена, значит, вы, ребята, тоже подвергли это цензуре. Но мы пошли другим путем, нежели Твиттер. Я имею в виду, что это ФБР. Они пришли к нам, к некоторым людям из нашей команды. Они сказали что-то вроде, «Эй, просто чтобы вы знали, вы должны быть в состоянии повышенной готовности». Мы думаем, что на выборах 2016 года было много российской пропаганды, и в этот раз мы ожидаем, что будет подобный поток. Так что будьте бдительны. Итак, какие важные подробности ФБР, крупнейший и наиболее влиятельный внутренний правоохранительный орган в мире? Он не должен стать тайной полицией, иначе это уже не свободная страна и ничем не лучше, скажем, путинской России. Или любого авторитарного государства. Это авторитарное государство по определению, если во внутреннюю политику начинает вмешиваться крупнейший правоохранительный орган. Но он вмешивается, и мы это знаем. И никто об этом не говорит, и это очень странно. Мы знаем, что руководителем Твиттера, который ходил на эти встречи с ФБР, был человек по имени Йоэль Рот. Если подумать, непонятно, что Йоэль Рот вообще делал в Твиттере. Йоэль Рот не имел никаких технических знаний, ничего не знал о хакерстве, иностранных делах, ничего не знал о России. В чем он разбирается? Ну, Йоэль Рот получил степень в изучении Грайндер, приложение для гей-знакомств, в месте под названием ЮПен, университет Пенсильвании, из Лиги Плюща, которая должна впечатлить вас. Кстати, мы не выдумываем. Грайндер появляется более 800 раз в его исследованиях, и ЮПен дал ему докторскую степень за это. Итак, что бы вы ни думали, как Йоэль Рот оказался на должности в Твиттере, на которой он решал, что вам разрешено говорить и думать. Что ж, мы знаем, что у Йоэля Рота было одно качество, он не верит в свободу слова. Точка. И он ясно дал это понять в интервью на прошлой неделе. Бэбилон Би, вот кто заставил его купиться, я думаю. Это та не особенно смешная шутка. Человеком года по версии Бэбилон Би стала Рэйчел Левин. Не смешно. Преследование транссообщества в Твиттере это вполне реально. Опасно для жизни и чрезвычайно серьезно. Мы видели по ряду аккаунтов в Твиттере, включая липсов ТикТок в частности, что существуют организованные компании, которые нацелены на группу, которая уже является особенно уязвимой в обществе. Письменные правила Твиттера запрещают неправильное определение пола. Точка. Вот здорово! Шутить опасно для жизни! Опасно для жизни! Что интересно в речевых кодексах, отстаиванию которых Йоэль Рот посвятил последние несколько лет своей жизни, так это то, что они постоянно меняются, и вы никогда не знаете, когда они меняются, или на каком основании, они просто меняются, и вы обычно попадаете под перекрестный огонь, и вас отчитывают за то, что вы сказали, хотя вы даже не знали, что это запрещено. Вероятно, самым ярким примером является сам Йоэль Рот, который однажды напал на трансгендеров в Твиттере! Он назвал их Трансики! Вау! Тем самым угрожая их жизни! Цитата. Что за поездка в Нью-Йорк без хотя бы одного большого страшного трансика? Это настоящий твит от Йоэля Рота! Если бы вы его написали, он бы позвонил ФБР. Так что теперь Йоэль Роту приходится делать вид, что он оскорблен. Почему? Потому что его предполагаемая обида, ужас, который он испытывает, дает ему повод заблокировать вас от имени самых могущественных людей в мире. Вот как это работает. Итак, люди с наибольшей властью утверждают, что защищают людей с наименьшей властью, чтобы сокрушить вас. Именно так. Это всегда работает. Кстати, Йоэль Рот удалил свои старые твиты о трансиках. А сейчас он просто в шоке! Он просто в шоке от Бэйбилон Би! Но дело не только в Йоэле Роте. Виджая Гаде была его начальником. Гаде, согласно сообщениям Мэтта Таиби, курировала блокировку доклада Нью-Йорк-Пост о ноутбуке Хантера Байдена. И позже Гаде была вознаграждена за это администрацией Байдена. Серьезно? Администрация Байдена наградила человека, который фактически позволил Джо Байдену стать президентом, подвергнув цензуре критику его деловых сделок, в которых он брал деньги, у Китая. В награду она получила роль консультанта в CISA, Агентстве по кибер- и инфраструктурной безопасности. Никогда не слышали о таком? О, ну, оно имеет большое влияние на вашу жизнь. Между прочим, это подразделение DHS, это цензурный орган правительства. Как оно вообще может существовать? Наша первая поправка прямо запрещает это. Почему нет судебного дела по этому поводу? Почему люди просто смотрят и терпят? Мы знаем, что у него широкий охват. Новые документы, раскрытые в судебном процессе Миссури против тех корпораций, показали, насколько агрессивна цензура, которую практикует CISA. По сути, это горячая линия, которая позволяет правительству оказывать давление на тех корпораций, чтобы они подвергали цензуре политическую оппозицию. Например, 29 октября 2020 сотрудник офиса государственного секретаря в Вашингтоне написал в CISA, цитата, «Я хотел выделить два твита с возможной дезинформацией о выборах». Дезинформация о выборах. Помните, что дезинформация — это новое слово. Оно давно используется в разведке, но до недавнего времени никогда не использовалось в обычном разговоре. Разница между дезинформацией и ложью в том, что дезинформация может быть правдой. Ей не обязательно быть ложью, чтобы быть подвергнутой цензуре, так что раньше правда была защитой. Если это правда, вы можете это сказать, но теперь нет. С дезинформацией, если мне это не нравится, если я у власти, я могу подвергнуть вас цензуре. Таким образом, один из оскорбительных твитов, которым был расстроен этот чиновник, упоминал предвыборный спор на выборах губернатора штата Вашингтон в 2004 году. В конечном итоге демократы выиграли тяжбу. Твит гласил, «2004 год, штат Вашингтон. Судьи проигнорировали реальный счет и наградили демократов». Другой твит от того же аккаунта. «Бюллетени могут появляться когда и от кого угодно». Вы можете согласиться или не согласиться с этими твитами. Они кажутся правдой. Но в любом случае, это мнение — политическая точка зрения. И вы постоянно видите подобное в твиттере, потому что это свободная страна или была свободной. Но то, что произошло дальше, шокирует. И удивительно, что кто-то защищает это. Правительство удалило эти мнения. CISA отправило твиты нескольким учетным записям ДХС. Это люди с оружием. Затем CISA отправила отчет прямо в твиттер. «Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже отчетом из Вашингтона». И твиты, разумеется, подверглись цензуре. Правительство удалило случайного пользователя с небольшим числом подписчиков, потому что им не нравились его взгляды на выборы в штате Вашингтон, потому что они критиковали демократов. Правительство. Это не тревожный звонок. Это нарушение первой поправки к Билю о правах, центральному элементу нашей Конституции, и это происходит постоянно. Штаты сообщают о постах, которые им не понравились, и CISA и подразделения ДХС, парни с оружием, заставляют твиттер удалять их. Госсекретарь Кентукки делал это постоянно. Документы это показывают. Штат Колорадо сообщил о нескольких аккаунтах с политическими пародиями в ДХС, которая затем предупредила твиттер, и все они были удалены. Между прочим, все они были пародиями. Даже если не были, это не имеет значения, но на самом деле это были шутки. Вы видите одно из них на своем экране. «Курю травку каждый день», — говорится в описании аккаунта. Официальный и неофициальный твиттер-аккаунт штата Колорадо. Но твиттер серьезно отнесся к жалобе ДХС, почему бы и нет, и подверг цензуре аккаунты. «Мы удвоим усилия», — написал твиттер. «В начале избирательного цикла 21-го сотрудники госсекретаря Аризоны, назначенные кандидатом в губернаторы Кэти Хоббс, также руководили цензурой через CISA. Цитата. «Я помечаю эту учетную запись для вашей проверки», — написал кто-то от имени Хоббс в Центре интернет-безопасности. Позже сообщение было скопировано для CISA. Почему? Что ж, согласно офису Хоббс, твиты были, цитата, «попыткой еще больше подорвать доверие к выборам в Аризоне». Хорошо. Итак, вам нельзя не доверять выборам? Правда? Это штат, где крупнейшему округу потребовалось больше недели, чтобы подсчитать бюллетени, и принтеры не работали в день выборов. Но вы должны быть полностью уверены, на самом деле вам приказано, и если у вас нет уверенности, вы будете наказаны. Электронное письмо завершается так. «Спасибо за рассмотрение этого вопроса для принятия мер». И, конечно же, Твиттер вскоре подверг их цензуре. «Спасибо, мы удвоим усилий», — ответил Твиттер. Опять же, это не просто оскорбительно. Это незаконно. Это преступление. Очень серьезное преступление. Преступление против нашей демократии. Не вторжение в Капитолий. Или подглядывание за Нэнси Пелоси. Влияние на исход выборов. Это немыслимо. Это также очень типично, гораздо типичнее, чем вы думаете. Илон Маск предположил, что Твиттер вмешивается и за границей. Они делают это здесь. Почему бы им не делать это в других странах? Маск предположил, что они вмешивались в бразильские выборы. Цитата. «Я вижу много тревожных твитов о недавних выборах в Бразилии». Написал он недавно. Если эти твиты верны, возможно, сотрудники Твиттера отдали предпочтение левым кандидатам. Хорошо. То есть... Это возможно? Если это произошло, можете ли вы представить, что люди каждый день читали вам лекции о демократии и подрывали демократии в других странах, в Бразилии? Возможно, в Венгрии, возможно, в Сальвадоре. Любой режим, который им не нравится. Не потому, что они представляют угрозу для США, а потому, что они им просто не нравятся. Итак, то, что мы узнаем о вмешательстве в выборы по всему миру, уже давно вызывало подозрения. Теперь это подтвердилось. Мы узнаем больше от Мэтта Таиби и других. Мэтта Таиби и других.